Сурракаты, как говорится, это именно так и говорится. Вы знаете, что вчера я с трудом вышел в поляну, познакомился там вживую. С виду 19 лет оказалась малолетка, 16 лет. Но есть малолетки, с которыми гипотетически можно как-то повзаимодействовать, пообщаться нормально, покайфовать от этого, но не в том случае. Ну, еще раз, там бесперспективное абсолютно было знакомство, чисто, знаете, так, набивка прокачки и не больше. Так вот, я эту девочку встретил сегодня опять, потому что у нас на районе познакомились, раз она рядом живет, я шел со свидания с девушкой, о которой речь пойдет, с девкой, с девочкой, о которой речь пойдет, и навстречу уже мне идет опять эта девчушка со вчерашних полей. Но окончательно, в общем-то, я убедился в том, что, ну, бесперспективняк абсолютный. Ну, говорю, думал, что ей 19 лет, оказалось 16, как бы, ну, разговаривать не о чем. И если бы она, как бы, у нее был какой-то стимул, позыв и, самое главное, умение взаимодействовать, ну, нет. Поэтому, ну, как бы, немножко там чуть-чуть-чуть общался, руку пожал, второй раз руку пожал, ну, вижу, что... Даже, если честно, у меня было уже лень, там, что-то там, маркетинг и так далее, да. Бывает, бывает, девочка. Соответственно, что у нас сегодня на обед было, да? Познакомились в Леонардо Дайвинчике чудеснейшем. В общем, вот страшные у меня времена. Вот, походу, реально я, ладно, не буду никогда не говорить никогда. В общем, вот не могу и все найти нормальную девушку для серьезного чего-то, понимаете? Гипотетически, так, для кекса сегодняшний вариант подходил в плане легкости бытия, да? Но меня не интересует кекс. Понимаете? Очень не интересует, скорее. Ну, да, он будет в отношениях, разумеется. Ну, а так вот чисто там с одной, с другой, с третьей, чтобы у меня как можно больше телок было, меня это, вот это вот, я имею в виду, меня не интересует кекс, вот, если рассматривать через эту призму. Соответственно, ну, познакомились в Леонардо Дайвинчике, говорить, что 18 лет, я ей сразу же говорю, ой, да нам с тобой, наверное, нечем, вот, говорить так вот, прикинуть. Ну, чё, чё мы друг другу можем дать? Ну, такая разница. Ну, ё-моё, я обученный уже горьким опытом, ну, как говорится, так, это, зачем я это сказал? Ну, есть, неважно, разница, не разница, но бывает, что даже если большая разница, чётко можно просто надействовать. Ну, я начал ей вот это вот, нагнетать тоже обстановочку, нагнетать. Ну, она говорит, зря ты так говоришь, ну, что вроде как меня уже начала обнадёживать, там, обнадежда, и, соответственно, надежду мне давать, наоборот, вот так вот. Что, да не, я, типа, не такая, мне хоть и 18 лет, но мы нормально с тобой будем, чётко я глубокий человек, я не просто игру ещё, там, тяп-ляп, я нормально к словам отношусь, типа, мы будем с тобой, всё чётко у нас с тобой будет. Ну, так это обожено, да? Ну, ладно. И опять же, вот это вот стучание по мозгам, когда ты долго-долго гоняешься в интернетах, это настолько времени, что ли, не жалко своего, гоняешься в интернетах за девушкой, да, там, пытаешься, там, выловить её, вывалить и так далее, на свидание. Ну, ещё раз, ромашеская принцесса, принцесса. Несколько месяцев я, там, маньячил, 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 писал, там, периодически закидывал, и вот только вот удалось мне, сами понимаете, полтора месяца назад. А тут опять лёгкость бытия, как и с девчонкой, которая управляет БПЛА, РЖД. Сразу был к верности. В общем, тоже она быстро договорилась, согласилась со мной повзаимодействовать. Тут ещё плюс, то, что она в моём районе учится, да? Рифей. Есть такое, какое-то, вот такое вот у нас всякое, там, на Карельском или Корейском переулке заведение. Да? Ну, пусть учится, как-нибудь всё получится, да? Значит, 18 лет она мне сказала, ну, там, написала. Ну, короче, по итогу она мне что ещё говорит? У меня у родителей такая же разница, у меня в семье такая же разница в возрасте, ничего страшного, что у нас там, ну, чётко всё. По итогу выясняется, там, уже при общении, там, ну, то, что мы общались, кстати, тут не такой уж и сильный мандраж был, но поначалу он был, когда я с ней ещё даже не встретился. Когда я встретился, этот мандраж достаточно быстро ушёл, в отличие от случая с РЖДшницей, да? С рельсозабивательницей. Никакого мандража не было. И тут посреди прогулки выясняется, что ей вообще даже не 18, а 17. То есть ещё хуже ситуация, ещё тяжелее, да? Ну, вот ещё раз мы с вами говорили вот только что в этом видео, что о чём с вами общаться, девушка? О чём сейчас с ними можно поговорить, когда такая разница в возрасте? Берите всё в свои руки и... Ну, сами говорите, короче, сами стройте темы для диалога, сами на них спрашивайте, сами отвечайте, сами общайтесь. То есть тут 80% диалога должно исходить, к сожалению, от вас. Будьте к этому готовы, когда вы общаетесь с девушкой намного младше вас. Вот будьте к этому готовы. И нет, даже не так. Если вы общаетесь с маленькой девушкой, с маленькой девочкой, если вы общаетесь, то будьте готовы, что 80% плюс диалога на вас, а не на ней. Она так условно-костно будет его поддерживать, и не более. Вот эта вот лёгкость бытия, конечно, мне понравилась, что она сразу же так вышла ещё и мне навстречу. Я ей, соответственно, и темы закидывал, раз девочка лёгкая, иной раз достаточно пошлая, да? Причём пошлая не то, что «А пошли ко мне гойбаться, да?» «А почему я гэку?» Кстати, у меня спрашивал мужчина, или мальчик, или молодой человек с ником. Ну, у него 77 на конце. «А почему я гэку?» «Чему я гэку?» «Из какого региона я...» «Ну, в каком регионе я проживаю, да?» Ещё раз. «Я из Екатеринбурга!» «Это Россия, матушка!» «Родился, жил, живу и умру!» Сами знаете, при ком. Закидывал я такие темки. Ну, опять пробивочка от обратного шла, от обратного что? «Да ты даже не дома, и ты меня не заставишь там...» Ну, немножечко честно. Такие мелкие манипулятивные. Вот мелкие манипуляции не осуждаю. Если они вам только помогут, а девки не навредят. Не осуждаю. А вот манипуляции серьёзные... Осуждаю. Такого делать нельзя. Это уже вы перепрыгиваете. Вот Александр Лесли. Алекс Лесли, да, тоже. Видишь, Саша. Саша, не помню его фамилию. Вот он как раз-таки из пикаперов старой школы. Из говнопикаперов, которые чисто всё... Весь пикап на манипуляциях и на игре. То есть на неестественности выстраивают. Это всё... Нет, не цель. Ладно. Ну, а вот такие вот мелочи, чтобы её как бы вывести, как бы, в принципе, более-менее на такой разговорчик. Лёгонький, интимненький. Не странно, что такая разница в возрасте. Ну, тем не менее. В общем, я, ну, не то, что хвастусь, а наоборот, говорю, я против этого. Всё против кекса, тем более на первом свидании. Вот это тот вариант, который, ну, я настолько уж уговорился на эту тему кекса и столько вольности. Там ему буквально вот презерватив, причём она сама упаковку с презервативами, ну, пустую нашла. Вы там с ней, ну, чувствуете, да, уровень взаимодействия с ней. Я там уже начал это говорить. То есть бесконечность. Там уже, уже... Мы даже дошли, условно, до глобуса, да, у нас точка конечная была там. И вот мы уже стоим, она не хотела политься, потому что всё-таки, ё-моё, чувак такой, дяденька уже, дедушка и маленькая девочка. А у неё там этот колледж рядом с глобусом. То есть там много чувачков, беженцев там и так далее, ну, с возвратной картой, которые, ну, сами понимаете, могли их спалить и, ну, побить, подраться, то есть мы могли с ними. Для этого я и ношу с собой баллончик. И вот. Девочки, чтобы меня избили. Чтобы меня избили девочки. Это вот тоже фетиш такой, мечта наша сексуальная, неудовлетворённая. Ну и вот. Стоим мы уже с ней. И она у меня уже спрашивает, а что у тебя дома есть поесть? Типа приготовить. Я уже, ну, начал намекать, что, ну, я бы мог давно тебя пригласить домой, когда мы приходили, мы просто тупо прошли через мой подъезд, и я не стал его палить. Я говорю, ну, я и сказал после этого, что это там мой подъезд был. И вот постоянно около темы этой мы крутились, что у меня дома, у меня дома, у меня дома. Она уже начала спрашивать, а что у тебя есть поесть дома? Что-есть обратно из Гринвича, фу, из глобуса, от глобуса пойти обратно ко мне домой. Ну, были такие темы. То есть это самый лёгкий вариант. Это реально был самый лёгкий вариант. Но! За что я ненавижу? Вот это пустая трата времени в онлайн-знакомство. Реально, это пустая трата времени. В 99% случаев к тебе приходит девушка намного внешне хуже, чем в живую. Ну, не будем, ладно, употреблять. Слово поганное. Потом намного другая в сторону другости. Фотки и живость. Фотки и живость. То есть в живую другая приходит. Ну, порог ебабельности был пройден, условно. Ну, тут уже условно. Тут, там, если, там, три рюмки водки, только после этого, только после этого порог будет пройден. Ну, как бы я с расчётом на это, как бы с ней и продолжал. гуляния, вот эти вот все разговорщики, да? Ну, не наш вариант. Всё-таки, если бы она прям совсем красивая была, я, может быть, даже подумал. Отойти, может быть, от своей миссии, поиски девушки, это... Ладно, нет, нет, нет. Ну, в общем, такие вот, о чём говорили, вот, ну, в основном я всё-таки диалоги вёл. И, как бы, вокруг да около всё-таки сексуальная тема, как бы, она присутствовала, присутствовала. Тоже это умение спокойно говорить на разные темы, не надо этого бояться. Ну, её ситуация, вот тоже, дэди ишуэс, или как там, дэди ишуэс, ну, хватит уже за молчь. У неё один отец был, потом опять это самое закончился этот мужланчик и новый. С отчимом ей более-менее повезло. Крутой чувак, ну, пошёл на спецспешал воин оперейшн, понимаете, да, там, в армию пошёл. Ну, то есть, тоже. Тоже осуждаю, потому что, ну, голова у него, там, психика, психика, всё-таки, ему надо же ухаживать за детьми качественно. Ну, и мама там от него сделала ещё, от отца сделала и от него ребёнка. То есть, всё нормально, всё чётко, всё взаимодействие тоже пройдено. Ну, тоже, так вот, всё равно, там, как-то с отцом у него. Как-то она работает с мужиком, которому он 50 лет, там, они делают двигатели для электробусов, потом отправят их в Москву, как она мне объясняет. В общем, какую-то чепуху странную. Мне кажется, этот дед просто 50-летний обманывает эту девочку, просто, чтобы... Делает у неё на дому, ещё раз, у него на дому они это делают, чтобы с девочкой дома посидеть, он её обманывает. В общем, какой-то бред происходит. Чё-то, насколько легко, в общем... Тяжела моя жизнь, потому что, ну, одна не то, одно не то, непригодное, вторая непригодная, третья непригодная, что-то сколько уже времени тратится впустую, а вот и мы не там, да, друзья мои? Ну, единственный плюс, то, что набивочка идёт, в принципе, взаимоотношения, общения, что, в принципе, там, прокачка, расшифровка вот этих вот социофобских возможностей, да, то есть я пытаюсь как-то взаимодействовать, да, с женским полом, с мужским полом, но ещё раз, я не различаю, я боюсь о всех, боюсь всех людей, ну, чтобы как-то вот через боль, клин клином, ну, что-то пытаюсь. Ну, и тут ещё, конечно, фарт, тут вот, тут у меня пошёл фарт, что несколько дней подряд такого больше не будет, и ни у кого из нас, понятное дело, что это онлайн-знакомство, но тут так просто случилось, что я несколько дней подряд, у меня было свидание, встреча, свидание, там, в полях, чисто для опыта, и не более, потому что у девушки неподходящие, к сожалению, неподходящие для отношений серьёзных, для отношений серьёзных со мной, да, то есть, ну, ещё раз, банально поговорить, не на какую тему, тоже более-менее такие социофобки, да, как бы будем взаим, ну, канал, типа, вместе вести, значит, девочки и мальчики, не забываем про взаимодействие, я уже не буду напоминать, подписку на канал, это уже позор просто, ну, блин, реально, с вами был Александр Кузьмин, дальше мы посмотрим, в дальнейших видео мы с вами узнаем, что и как, с кем и где, ищем, нам с вами девушек, девушек, ищем, всё, Александр Кузьмин на связи, ещё раз был, давайте, Субтитры сделал DimaTorzok, Спасибо.